Голландская авиакомпания KLM решила временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию. Уточняется, что данное решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера Марка Рютти. Аналогичное решение приняли и в немецкой авиакомпании Люфтганза, сообщает агентство France Press в твиттер-аккаунте. Ранее 24 мая сообщалось, что в Минске высадили из самолета пассажиров немецкой авиакомпании Люфтганза. Лайнер в 14 часов 20 минут по местному времени, совпадает с московским, должен был вылететь во Франкфурт. Представители аэропорта заявили, что «ничего экстраординарного не происходит». Позже сообщение о возможном теракте на борту рейс ЛХ 1487 авиакомпании Люфтганза, поступившей ранее на электронную почту национального аэропорта Минск, не подтвердилось. 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора телеграм-канала NXT Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.